По статистике, немалая часть пожаров происходит в домах с печным отоплением. Нарушение требований пожарной безопасности, неисправность оборудования все это может привести к плачевному, а порой и непоправимому финалу. Наши корреспонденты отправились в профилактический рейд по Гомельскому району с представителями МЧС. За 9 месяцев этого года на территории Гомельской области произошло 112 пожаров по причине неисправности печного отопления, в которых 2 человека погибли. За август произошло 18 пожаров, а за сентябрь – 15. Для предотвращения трагедии сотрудники МЧС регулярно проводят профилактические спецмероприятия. В этот раз для рейда выбрали деревню Поляна под Гомелем. Работу инспектора начинают с дома на улице Луговой. Здесь проживает одинокий мужчина. В один из августовских рейдов перед отопительным сезоном инспекторы МЧС обнаружили отсутствие притопочного листа. Это было единственное нарушение, и работники МЧС решили хозяину помочь. Собственноручно устранили недостаток. Итак, в первом же доме нами было выявлено нарушение правил безопасности при пользовании печным отоплением. Это отсутствие притопочного листа. Все мы знаем, что притопочный лист должен быть обязательно лежать на полу, должен быть выполнен из жести размерами 50 на 70 длинной стороной печи. И благодаря членам Белорусской молодежной общественной организации «Спасатели пожарных», целями которой является оказание помощи одинокопроживающим людям, пенсионерам, мы установили притопочный лист и в целом подготовили данное домовладение к осенне-зимнему периоду. Двигаемся дальше. В следующем доме на Луговой проживает сейчас одинокая женщина. В процессе осмотра ее жилища нарушений выявлено не было. Однако притопочный лист закрашен краской, что в принципе недопустимо. Инспекторы провели беседу с хозяйкой и порекомендовали ей заменить его на чистый. Это связано с тем, что краска легко воспламеняется. Если вдруг уголек выпадет из печки, может случиться беда. Следующий визит на той же улице. Смотровая комиссия зашла в гости к дачнице. В процессе беседы с инспекторами она рассказывает, что печкой пользуются в холодное время года. За ее состоянием следит, регулярно нанимает работников, чтобы прочистили трубы и подлатали печь. Периодически смотрит видео в интернете и сама пытается ремонтировать. На своем опыте рекомендует не доверять всему, что смотрите. Она покрасила печку, как показывали в видео. И при первом разожжении огня стенки потрескались. Однако в ближайшее время она это исправит. Вопросов по целостности не будет. Притопочный лист есть у вас, да? Единственное, что вот это вот желательно, чтобы здесь рядом с притопочным листом вот этих вот сгораемых материалов не находилось. По следующим адресам ситуация не настолько радужная. Вот в этом доме на Луговой проживает одинокая слабослышащая женщина. Жилище находится в плачевном состоянии. Во дворе лежат горы досок. Если вдруг произойдет возгорание, сильного пожара избежать вряд ли удастся. Инспекторы не смогли пообщаться с хозяйкой. Итак, в ходе нашего рейда нами выявлено домовладение по внешним признакам, которое требует нашего пристального контроля. И сегодня мы проинформируем местные исполнительные распорядительные органы, местные ручьи СРУВД о том, что необходимо срочно смотровой комиссии посетить данное домовладение и оказать помощь одиноко проживающей гражданке по сведениям соседей. Направляемся в соседний дом. Здесь большая пожарная нагрузка на печь. Извещатель отсутствует, а на притопочном листе лежат бумага и упаковочные материалы. Если в процессе отопления искра попадет на вторсырье, возгорания не избежать. Однако есть и положительный момент. Мужчина следит за состоянием печи, регулярно ее реставрирует. Когда-то он собрал ее своими руками. Рейд подходит к завершению. За несколько часов инспекторы МЧС постарались напомнить людям правила безопасности, которые помогут сохранить жизнь и имущество. Акцент был сделан на Чонковский сельский совет. Мы постарались обойти максимальное количество домовладений. Хочется отметить, что имеются нарушения правил пожарной безопасности. Некоторые нарушения были устранены в ходе рейда, даны рекомендации. Но в целом печи к отопительному сезону у граждан готовы. Граждане относятся с вниманием к печному отоплению. И видно, что люди заинтересованы в собственной безопасности. При подготовке к зиме в Гомельской области уже обследовано более 70 тысяч домов с печным отоплением. Во время проверок недостатки выявлены более чем в трех тысячах из них. На сегодняшний день все нарушения устранены. По каждому факту приняты конкретные меры. Внесены рекомендации и направлены информацией родным владельцев жилья, а также организациям по последнему месту работы. Помогли и местные органы власти. На ремонт печей в качестве государственной адресной помощи они выделили гражданам более 32 тысяч рублей. Силами предприятий и организаций региона эти работы выполнены в 57 домовладениях. Вероника Гомзюкова, Андрей Иванов. Специально для программы «Де Факто».